Позитивное настроение для ребенка в Центре физической терапии и реабилитации помогают создавать игрушки. Одна из них – тряпичная кукла Алешка. Он приветствует детей, а родителям на своем примере демонстрирует выполнение упражнений. Алексей берет на себя все тяготы реабилитации. Он, под бдительным руководством специалиста, может заниматься на виброплатформе или проверить на себе войтотерапию. Он специально сшит таким образом. Мы шили его сами. И он сделан так, чтобы у него двигались все конечности, более-менее подобно человеку. Поэтому, если надо маме показать упражнение, мы показываем сначала на лёжке, а потом уже показываем, собственно, на детях. Потому что, если еще мама не поняла, что делать, давать в руки сразу ребенка не всегда правильно. В Центре работают четыре реабилитолога и логопед. Приходят сюда и здоровые малыши на обычный массаж, общеразвивающую гимнастику. Но 90% – это дети с ДЦП, различными генетическими синдромами, расстройством аутистического спектра, задержкой моторного и речевого развития. Есть детки, которые дают неожиданные результаты. Вот недавно у нас была девочка с генетическим синдромом. Собственно, дети в этом синдроме начинают ходить в пять лет. Но мы к тому моменту диагноз не был поставлен и пошли в два. Но, конечно, такие результаты не то, чтобы это ежедневные наши будни. Чаще всего это работа, многолетняя работа с некоторыми детками. Чем раньше начинается реабилитация, тем лучше результаты. Поэтому многие родители обращаются в Центр сразу после рождения ребенка, в том числе с недоношенными малышами. Специалисты предпочитают мягкую, но эффективную реабилитацию. Для этого имеется бассейн с фасолью, разнообразные качели и профессиональное оборудование – седло, беговая дорожка, виброгантели и виброплатформы. Это немецкое оборудование. Оно, конечно, нужно в таких центрах, потому что не все мы можем сделать руками, как бы не хотели. Есть большое количество различных локоматов, которые разрабатывают деткам суставы, не дают возможности формироваться контрактурам. Это тоже все очень нужно. И купить это все на свои средства практически не представляется возможным. Полученная недавно государственная субсидия в размере чуть более 1 миллиона 300 тысяч рублей позволит приобрести необходимое оборудование. На всю сумму есть свои планы, которые уже реализуются. Нужна еще одна виброплатформа, кушетки с электроприводом, специальная беговая дорожка для детей-инвалидов с низкой скоростью. В центре надеются, что это лишь первая, но не последняя субсидия от государства и мечтают об отдельном тренажерном зале, совсем необходимом для реабилитации малышей.